Всем привет! Вы на канале Андреус Крипто Ньюз. И в этом выпуске я хочу вам рассказать, что последует за падением XRP на 30% и как себя он будет вести. Ну а прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы уселись поудобнее, налили чашечку ароматного кофе или чая, смотря что вам больше нравится, и смотрим выпуск. Подписываемся на канал, это поможет развитию. Поехали! Значит, существует мнение такое, что XRP может вернуться к своему первоначальному значению. Возьмем значение же за 6 сентября. Это случилось меньше недели назад. То есть это дает вам прекрасную возможность заработать на этом. А именно, мгновенный заработок за столь короткое время. Мы сейчас видим тенденцию роста. Значит, XRP опустилась за 4 дня до отметки в 1,06 доллара. И здесь мы можем, если вы еще не закупились, закупиться в данный момент времени. И когда XRP поднимется до отметки в 1,40, выгодно заработать на этом 30% от вложенных в инвестиционный портфель XRP денег. Я считаю, что 30% дохода это безупречно уникальная доходность. И отлично вам дает понимать, что реально на этом сделать хорошие деньги в данный момент времени. И каким же будет успехом для вас, для всех тех, кто сделает данное решение. Извиняюсь, я приболел немного. И значит, почему настолько я уверен? А потому что я понимаю, что XRP уже почти лучше очень многих количества людей. Смотрим внимательно. Когда XRP 9 апреля стоил 1,04, это чуть меньше, чем сейчас. Он вернулся в свое значение буквально за 20 дней. Но при этом он смог подняться до вершины айсберга. И в этом году его максимальная стоимость составляла 1 доллар и 82 цента. То есть, на мой взгляд, это уникальная была возможность для тех, кто срубил, кстати, в тот момент заработать. И они заработали. А здесь я вам скажу даже сколько. Они заработали почти 100%, а именно 82% от капитала. Но, имея у вас на руках, скажем, 10 тысяч долларов, у вас было бы уже 18200 баксов. Я думаю, что это шикарный показатель. И так далее. Имея 100 тысяч, у вас было бы уже 182 200 долларов. Это чудесный показатель дохода. И только благодаря анализу можно так зарабатывать. И здесь я вижу то же самое. Это наподобие данного графика. Вот он. Вот оно, значит. Значение в 1.11. XRP увеличился до 1.40 и спустился снова. Но здесь будет поднятие. По крайней мере, до 1.4 доллара за XRP. Это вполне реальная возможность в будущем XRP подняться. В свое первоначальное, я хочу отметить, значение. Я не уверен, что в этом году мы сможем видеть такого показателя, как 1.82 апрельского. Но, если это случится, то будьте уверены, что закупившись здесь, вы сможете поднять еще больше. Но риск имеется всегда. Я бы вам не советовал, когда вы случайно утром проснетесь и увидите, что XRP уже стоит 1.40 долларов. И ждать, пока он поднимется в 2 раза больше. Это, конечно, возможно. Я не хочу и не могу этого исключать. Но всегда есть возможность спуска. Как здесь. Он пытался пробиться к своему значению за 13 апреля. Но он не смог. Он спустился снова. Потом опять у него был шанс. И XRP потом спустился до конца. Ниже максимума, который имеется сейчас. В 0.81 доллара. Здесь, кто ждал, в итоге проиграли. Это простая математика. Это простая логика вещей, что нельзя постоянно забирать себе жирный кусок. Если вы хотите преуспеть в данном деле, забудьте про постоянство жирных кусков. Вы должны брать по чуть-чуть. Но при этом увеличивая свою доходность каждый день. В этом и заключается смысл. Не нужны никакие эмоции. Не нужны никакие... Как бы это правильно сказать? Не нужна жадность в данном деле. Вы должны брать по чуть-чуть. Но в итоге у вас ежемесячный показатель будет от 10 до 30% от вашего капитала. И это нормально. Жадность это когда больше, чем 100% идет увеличение своих средств. Там же есть и риск, который может сделать вам очень даже плохо. Ну что ж, большое спасибо, что посмотрели видео до конца. У меня для вас будет еще много интересных тем. Поэтому не забываем подписываться. Ставим лайк на это видео, если понравилось. И дизлайк, если вы не согласны со мной. Всякое бывает. Делимся этим видео в соцсети. И давайте тогда. До скорых встреч. Пока.